Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот это видео очередное на тему не густо ли томатам. Когда я весной показывала, что я высаживаю в теплицу 140 томатов в одну теплицу, 3х8, многие, конечно, в шоке от такого количества, потому что это, конечно, безусловно много. Но я сразу говорила... Я сразу говорила, что... Ой, Надюшка залезла, боюсь, там что-нибудь сломает. Я сразу говорила, что если у вас нет времени на уход, на тщательный, то так густо высаживать не нужно. Я высаживаю так густо, потому что я... Ну, я занимаюсь ими с утра до вечера. Они у меня по 2 томата в одну лунку. И когда их сначала высаживаешь, и вроде бы кажется, что они густоваты, но потом вы заметили, что чем дальше от момента высадки, то дорожки кажутся все шире и шире, потому что томаты я подтягиваю колышком, и они вроде как делаются, и нижние листья же я обрезаю, и в результате дороги, вот видите, ну это разве узкая дорога? Тут можно ездить на велосипеде. И вот эти боковые дорожки, тоже многие люди боялись, что они будут узкими, они получаются по ширине точно такие же, как основные. Ну, вы видели мое телосложение? Если я здесь спокойно хожу, ползаю, лежу, как тут, все обрабатываю, хожу, это ясно, что дорожка далеко не узка. Дорожка хорошая, рассчитанная на хорошего, здорового такого русского человека, упитанного. Все. И вот про... Сейчас я рассказала про дорожки и про схему посадки, что вот у меня по два томата в одну лунку, и получается, что они тут две строчки, тут две строчки, и там одна в одну строчку, но они тоже по две, но только не так соединены. Получается, что пять строчек в одной теплице. И это нормально. Если ухаживать, вот вы посмотрите, ну, вон, например, те же вот эндотерминатные. Сейчас, подождите. Видно, что они посажены довольно-таки не густо. Их вот, я две штуки подтягиваю к одному колушку, и все. И здесь тоже между ними хорошее расстояние. Все проветривается. Если вовремя все обрабатывать... Так, вот не густо ли томатам про схему посадки поговорили. Теперь, когда я вчера показывала, что оставляю четыре ствола... Ой, я их уже обрезала. Спросили теперь про стволы. Если два томата в одну лунку, не густо ли будет по два ствола у каждого томата? Это получается, что четыре ствола... Ну, тут я отвечаю вам так. Так, вы сами руководите всем этим процессом. И это зависит от того, какое расстояние тут у вас между рядами все. Смотрите, если вам два ряда покажется, что густо, у меня вот русский богатырь тут... Ой, два ствола. У меня русский богатырь тут два ствола, и тут два ствола. И вот они идут, идут два ствола. Если я вижу, что густовато, да, они сейчас будут мешать друг другу. После того, как вот эта кисть расцвела, два листа оставляем, тут хоп, и прищипываем. Все, мы его вот сюда подтянем. Эта кисть будет висеть, наливаться. А дальше пусть он идет в один ствол. Тут еще, смотрите, вот кисть, вот кисть. Это вы можете здесь... Ну, как сделать так, как вам хочется. Если вам кажется, что густо, пожалуйста, вы можете... Это, как называется, уже в полтора ствола. Один ствол у вас будет полностью идти. А вот этот ствол, он вот с одной кистью, с дополнительной... Вот этот хороший такой... Это первая кисть на этом стволе. Он так и останется с этой одной кистью. А остальные будут на том одном стволе. Вы же понимаете, что вариантов очень много. А может быть, наоборот. Вы просто уберете лишние листья после того, как они нальются. И сами-то стволы нам не мешают, они не загущаются. Нам мешает обилие листьев. И я уже отвечала, что некоторые томаты есть сильно облиствленные. Вот смотрите, вот этого вообще не видно тут. Ну, все в листьях. А есть слабо облиствленные. Вот он стоит, этот русский богатырь, видите. Он весь почти голый. Хотя у него обильное цветение, все у него и плоды хорошие. Но листьев у него совсем мало. И вот у такого томата два ствола, если будут два томата и по два ствола, они не будут загущаться. Смотрите на сорта. А вот такой сорт, ему даже один ствол оставишь, он видите какой? Он весь вообще, весь, 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 весь. Но вот куда столько листьев. Такие я обрезаю вот фрагментарно. Видите, вот тут уже обрезала. Они очень большие и в жаркую погоду сильно испарение. Ну, сильно тяжело растению такие листья прокормить. Ну, смотрите, это что. Все, до свидания. Вот это не густо ли томатом. Зависит, конечно, от сортов, от схем посадок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.